Почувствовать себя знатной персоной, как оказалось, может каждый. В Украине настоящий бум на право называться аристократами. Около тысячи людей в стране получили титулы графа или князя, но большинство из них липовые, уверяют в украинском дворянском обществе. Кто и зачем покупает дворянское имя и сколько это стоит, знает Алла Матюшок. Уж не хочет быть она крестьянкой, хочет быть столбовой дворянкой. Помните сказку Пушкина «Золотая рыбка»? С тех пор ничего особо и не изменилось в современном мире. С каждым годом все больше желающих стать графом или князем. А можно и не мелочиться. Он захотел и стал монархом. Всея Украины. Знакомьтесь, без пышного убранства, но его величество. Король-император Украины Руси Орист I, митрополит Карпатский Роман, граф Карелин Романишин. Не самозванец, а самопровозглашенный, а это две большие разницы, считает Орист Федорович. Потомок дворян граф Карелин в 2004 году провозгласил себя монархом. После чего, уверяет, епископы провели коронацию. И есть соответствующие документы. У меня короновали три епископа. Все у меня задокументовано, все задекларовано. Я себе был прав, что я могу в Министерство обороны прийти в генеральском мундире, або в шатах митрополита. Король создал свой флот и академию. У него более тысячи подданных. Но титулы никому не продает. Только награждает за определенные заслуги. И смеется Орист Федорович над теми, кто называет его сумасшедшим. Ведь они, некоторые богачи и чиновники, готовы отдать немалые деньги, чтобы получить какой-нибудь титул. Екатерина Бужинская, говорит, стала графиней благодаря троюродному дяде, американскому бизнесмену Бужинскому. Он ей титул подарил. Конечно, это неплохо сказать, что вот у меня есть титул учтивости, я графиня. На каких-то светских раутах, на балах я очень люблю танцевать. И мне нравятся вечерние платья, мне нравятся перчатки, мне нравятся шляпы. Мама у меня, откуда ты взялась такая аристократка? У тебя что, голубая кровь? Доказать, что в их жилах течет голубая кровь и есть дворянские корни, стремятся многие. В СМИ неоднократно звучало. Титулы имеют Иван Бакей, Михаил Поплавский, Екатерина Бужинская, Владимир Гришко. Но в украинском дворянском обществе уверяют, никто из них, и это легко проверить в архивах, дворянином не является. Ну вы хоть смотрели на этого Боплавского, разве он мог быть дворянином? Ну кто-то знает. Ридна Мат и Майяр из села. Но вербыш не растут груши. И Бужинская тоже. Я ее хорошо знал. Но, вы видите, фамилия это еще не дворян. Голицыных знаете сколько было? Не дворян. Они где-то сделали заказ. Они где-то под свою фамилию натаскали знаменитых фактов. К самому Поплавскому мы обращались за интервью, но комментариев так и не дождались. А расценки за титулы сейчас таковы. Это сайт одного из российских агентств. За 12 тысяч долларов можно стать князем. За 8 графом или бароном. А можно и шотландским графом стать. Покупаешь часть замка, титул в подарок. Потребность быть признанным, потребность это как-то подтвердить, заставляет людей покупать. Это и есть своего рода комплекс. Такие комплексы предприимчивым бизнесменам приносят немалые деньги. И спрос на титулы постоянно растет. Алла Матюшок, Сергей Килимник, Максим Кошелев и Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.